Материалы для изготовления свечей собирали всем городом. После участники акции плавили воск, резали картон на фитиля, формировали свечи в жестяных банках. К делу подходили с душой, свечи мастерили с песней. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. В ближайшее время свечи отправятся в зону специальной военной операции вместе с рисунками и письмами. Здравствуй, солдат. Тебе пишет Юлия. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты защищаешь нашу Родину. Служба твоя нелегка, но очень важна для нас. Благодаря тебе и твоим товарищам мы живем под мирным небом, зная то, что Россия непобедима. Как признаются солдаты на передовой, детские письма поднимают боевой дух. Напоминают о родном доме и о том, что их ждут. Полезными будут и окопные свечи. Они горят от 4,5 до 6 часов. Они помогут нашим военнослужащим согреться, разогреть еду или вскипятить воду. Сейчас наши дети в церкви делают бледажные свечи. Но это очень хорошо, потому что не всегда зажигалка или что-то помогает. А это и своими руками. И что это будет тепло, это будет светло. И что я, насколько знаю, это можно ее зажечь не один раз, потушить. Ну и самое главное, чтобы нашим солдатам было тепло вместе с ними. И наше тепло им передается. Добавим, поддержать наших бойцов может каждый. В штабе взаимопомощи «Мы вместе» продолжается сбор гуманитарной помощи. Что необходимо военнослужащим в первую очередь, можно узнать в группе штаба в социальной сети ВКонтакте. Напомним, сбор гуманитарной помощи ведут по адресу 4-й микрорайон, дом 24, телефон 302-70. Сабина Лемарова, Зинаида Исаева, Александр Серебренников, Данила Индюков. Новости Губкинского.